Об основных составляющих процесс продаж. Один из следующих шагов – вы должны четко знать среднее время следующей покупки вашей услуги. Средним покупателям. Например, если у вас продаются месячные абонементы, значит, срок жизни вашего клиента у вас – это один месяц. Если у вас блок из 10 на персональных тренировках – это в среднем тоже на месяц, максимум на полтора. Но лучше, если он в течение месяца, естественно, все их исходят два раза в неделю. Когда три тренера его запишут, как раз и получается 10 персональных тренировок. То есть тоже месяц. Ну и так далее. Если это годовая карта, то для годовых карт это будет сроком 12 месяцев. И обязательно есть какой-то процент клиентов, который у вас не покупают дальше по какой-либо причине. И, как правило, зачастую многие с ними дальше не работают. Вот он не купил месяц, не купил два, не купил три и все, и о нем забывают. Основная задача. Одно из первых, что нужно сделать – это вернуть тех, кто от вас ушел. И по какой-то причине перестал у вас покупать или доп. услуги, или клубная карта, или ваша абонемента. Технология возврата основная. То есть почему человек перестал покупать? Потому что что-то его не устроило в какой-то момент времени. Что-то у него такое случилось, или вы где-то накосячили, или ваш тренер, или администратор, или администратор, или в целом. То есть что-то такое случилось, и основная технология нам нужно выяснить, причину недовольства вами. Есть ли она вообще, собственно говоря. Возможно, что она есть. Допустим, что она есть. Следующий шаг. Вам нужно устранить эту причину. То есть дать человеку повод к вам вернуться после того, как вы эту причину устранили. И когда вы ему даете повод, вот только чтобы к вам вернуться, то есть какую-то для него акцию придумываете, скидку, спецпредложение, чтобы он еще раз пришел и попробовал с вами поработать. Вот с этого момента можно начинать звонить. Можно начинать звонить, можно начинать обзванивать и предлагать это активно. То есть не просто так звонок. Вот человек ушел от вас, три месяца к вам не ходит, карта у него закончилась, и вы ему, да, здравствуйте, вы к нам не ходите, а не хотите ли к нам вернуться опять? Мне спасибо, не хочу. То есть, ну ладно, извините, до свидания. То есть технология такая, что вы сначала спрашиваете, что за причина вы к нам ходили, перестали ходить, хотели вроде продлить, а не продлили. Почему, а почему нет? Пусть он вам скажет, что это такое, пусть он скажет, запишите это, помейте это у себя. Если это действительно то, на что вы можете повлиять, тренер нахамил, замена тренера частая, холодно в клубе, грязно в раздевалках, цена высокая и так далее. То есть это те возражения, которые вы можете и должны отработать. И прежде чем начинать их отрабатывать, их нужно каким-то образом зафиксировать у себя. Поэтому обязательно мы узнаем, почему человек к нам перестал ходить. Это фиксируем, отрабатываем все его возражения или недовольства. Тем самым мы становимся лучше, улучшаем наш сервис и качество наших услуг. И даем ему какой-то шанс вернуться, даем ему специальное предложение для того, чтобы у него был повод к нам прийти опять. Что еще очень хорошо? То есть по-хорошему, очень здорово работает, из практики опять же, это тогда, когда мы делаем специальное предложение заранее. То есть за 10-14 дней человек должен продлить свой абонемент для того, чтобы у него сохранились те его специальные условия, которые у него есть. Пусть у вас направление будет скидка для всех 10% предпокупки нового абонемента, годового, полугодового. А если он это делает не в момент завершения членства, не после того, как у него карта закончилась, а заранее, то пусть это будет не 10%, а 13% или 15%. Вот Елена пишет, скидка за продление за 2 недели, еще скидка зависит от общей суммы за все время, от общей суммы продаж, я так понимаю. Это очень здорово, если у вас это действительно есть. Вопрос, да, как это работает у вас, Елена, насколько вы довольны, работает ли у вас, как у вас клиенты на такое предложение откликаются. Напишите, пожалуйста. Потому что из моего опыта такие предложения не работают очень хорошо, потому что... Напишите, как это у вас, да, потому что... Почему, да, вот с чем я сталкиваюсь? Во-первых, мы, да, человеку, который у нас тратит деньги на доп.услуги, мы делаем ему шаг лояльности, да, и привязываем его к себе еще больше низкой ценой абонемента, для того, чтобы он еще больше тратил у нас деньги на доп.услуги, да, то есть понятно, что... Понятно, что... То есть у нас тут получается, что мы уменьшаем свою маржу на продаже основной услуги, да, клубной карты, но мы ее дособираем, да, и должны, скажем так, да, поработать с ценой, чтобы у нас были высокомаржинальные продукты на продажах доп.услуг. Понимаете, да? Тогда это круто работает, вообще очень хорошо. Елена вопрос дает. То есть скидка, которая зависит от общей суммы за все время, это накопительная какая-то скидка? Это может быть накопительная какая-то скидка? Это может быть... Это может быть скидка, которая зависит, ну, как бы, да, накопительная, да, от порога, да, то есть человек потратил у вас 10 тысяч рублей в течение, там, полугода, он получает дополнительную скидку 5 процентов, потратил от 10 до, там, 15, там, или свыше 15, да, там, там, то получает, там, еще какой-то процент скидки и так далее, и так далее. И что дает нам продление за, там, 2 недели, да, то, что у человека нет возможности, да, соскочить раньше, да, отреагировать на какие-то другие предложения, предложения ваших конкурентов. То есть чем раньше человек у вас продлевает клубную карту, чем раньше он покупает доп.услугу до завершения предыдущей, тем, ну, большая вероятность того, что он с вами, как бы, еще останется и не один сезон, да, тем самым мы увеличиваем срок жизни нашего клиента, тем самым у нас есть ресурсы и финансовые, да, и человеческие в виде клиентов, штук, да, в виде количества клиентов, чтобы их, как бы, еще докрутить до продаж, да, то есть что-то им еще предложить, есть возможность такая, мы такую возможность тебе даем.